огромный фото привет мои творческие друзья и сегодня у нас с вами мобильная обработка в light room обрабатывать мы с вами будем фото в стиле dark moody что в переводе означает темный угрюмой как правило в таком стиле обрабатывают снимки где основной цвет зеленый но в моем случае зеленого не так уж и много зато много фиолетового и красного и в своей обработки я кардинально изменю эти цвета чтобы получить не совсем реалистичную но зато мистическую и красивую обработку фотографии с орхидеями будут находиться в свободном доступе по ссылке под видео поэтому жмите паузу скачиваете и потом присоединяйтесь к обработке вместе со мной результатом нашей работы с вами будет пресет который я назвал wild орхид что в переводе означает дикая орхидея а в качестве подарка я отдам вам набор из десяти пресетов которые вы сможете скачать по ссылке под видео но для этого вам нужно будет вести пароль из четырех цифр пароль будет всплывать несколько раз подсказках в правом углу вот в этом месте если же подсказки у вас не отображаются инструкция как их включить будет находиться в описании к видеоролику посмотри это видео до конца так как тебя ждет очень важная информация пару важных моментов про обработку и пресеты обработка которую мы сегодня будем делать красиво ляжет на фотографии с цветами и это могут быть не обязательно орхидеи не советую применять такую обработку на портретах помните что я эту обработку делал именно для орхидей пресеты которые я вам отдам в этом видео подходит для всех программ по обработке изображений от adobe photoshop и не только для мобильного lightroom их также можно использовать на компьютере в lightroom и камера raw инструкция по установке и настройке пресетов также находятся в папке с пресетами но мы не будем терять времени поехали итак друзья приступаем к обработке и первым делом я сделаю конечно же crop для того чтобы выделить цветок кликаю галочку сегодня мы с вами будем обрабатывать немного иначе и первым делом мы переходим в панель цвет обратите внимание это raw файл и поэтому температура отображается в кельвинах а не просто как если бы это был джипег и так здесь ничего мы трогать не будем переходим в смешение цветов поехали по порядку красный насыщенность убираем в минус 100 оранжевый насыщенность минус 100 желтый насыщенность минус 100 зеленый насыщенность ну где-то примерно 85 87 оставим чуть чуть зеленого дальше аквамарин я его переведу слегка в зеленые оттенки насыщенность уберу полностью синий оттенок полностью передвину влево чтобы синий у меня стал аквамариновым насыщенность уберу полностью фиолетовый оттенок полностью передвину влево в сторону синих оттенков и как вы видите фиолетовый сразу стал красивым синим цветом но такой насыщенный цвет синего мне не нужен поэтому я убавляю насыщенность оставлю легкий намек 80 будет достаточно малиновый цвет или мадженто полностью переводим в сторону фиолетовых оттенков и насыщенность полностью убираем вот такую непонятную цветокоррекцию мы получили кликаем готова теперь переходим в панель свет здесь нам нужно сделать с вами бледную заготовочку которую будем потом мы тонировать в кривых и так контрастность минус 50 светлые области минус 100 убираем лишнее свечение тени плюс 50 белые минус 100 черные плюс 100 и вот такую странную непонятную картинку мы с вами получили и теперь друзья хит сезона кривые и так переходим в кривые кликаем на rgb она обозначена белым цветом средних тонах тянем вниз в светлых тонах тянем вверх зафиксируем середину середина должна быть на середине как-то так теперь давайте слегка опустим точку белого и слегка поднимем точку черного слева между двумя точками добавим еще одну точку и потянем немного вниз переходим в красный канал фиксируем середину светлых оттенках кривую изгибаем немного вверх в темных немного вниз делаем вот такую s-образную кривую наша фотография с вами затонировалась в такой зелененький холодный цвет теперь мы будем смешивать с вами краски если вы не видели видео по кривым и не понимаете как кривые работают обязательно посмотрите видео по подсказке сверху это очень интересно и полезно зеленый канал фиксируем среднюю точку двигаем светлые оттенки вверх темный вниз и теперь синий канал фиксируем среднюю точку двигаем светлые тона вверх темные тона вниз светлые я попал неплохо если вы видите у меня такой светлый чистый цвет я этого и добивался что касается темных оттенков то здесь вам необходимо постараться добавляйте дополнительные точки чем . ниже тем она отвечает за более темные участки и теперь выставляете тот цвет который хотите получить это может быть и черный цвет это может быть и зеленый цвет это могут быть и слегка фиолетовые оттенки если вы хотите здесь самое главное сбалансировать таким образом чтобы оттенок получился именно тот который вам нужен я свою очередь здесь хотел получить еле заметный зеленый цвет переходим зеленый канал как вы знаете здесь у нас находится фиолетовый цвет смотрите эти я вот так потянул вниз и у меня фотография затонировалась фиолетовый цвет если я потяну немного вверх то у меня фотография тонируется в зеленый цвет это происходит за счет того что смешиваются цвета в различных каналах красный канал также добавляем точки перехожу в синий канал двигаю вот эту точку и делаю зеленый более темный вот такой цвет мне нравится больше итак друзья я вам оставляю кривые для эксперимента кликаю готова единственное что я здесь бы еще добавил это немного виньетки давайте посмотрим на результат итак вот такая фотография у нас была и вот что мы с вами получили сохраним этот пресет переходим в стиле напротив папочки с нужными вам пресетами кликаем три точки создать стиль переходим в панель цвет снимаем галочку с баланса белого это индивидуально присваиваем названию нашему стилю кликаем галочку ну и конечно же после обработки вы можете сделать фотографию чуть чуть поярче или чуть чуть потемнее здесь уже на вкус и цвет по усмотрению автора на сегодня это все а впереди нас ждет много открытий богатое разнообразие жанров и способов обработки поэтому не забудь подписаться именно так ты не пропустишь новый урок и получишь свежую порцию новых знаний по обработке твоих фотографий пиши комментарии не стесняйся делиться своим мнением она обязательно будет полезно всем кто смотрит это видео а теперь важная информация о которой я говорил в начале у меня начал работать телеграм-канал и чат в телеграм-канале тебя ждет подарок из моих лучших пресетов там же находится переход в группу где ты можешь спросить если что-то не получается по обработке там же мы все вместе можем обсуждать фотографии делиться важной информацией знакомиться друг с другом ну или просто поболтать когда выдалась пара свободных минут ссылка на телеграм-канал будет в описании добро пожаловать я открыт для общения стильных фотографий вам друзья мои до новых встреч и всем пока удачи удачи